Соликамские садоводы, огородники и дачники уже наверняка на своих нескольких сотках земли провели генеральную уборку после зимы и кое-что даже уже посадили. Но если брать сад помасштабнее, такой как Соликамский ботанический сад, то тут после зимы еще прибираться и прибираться. И времени на это надо очень много. И рабочих рук тоже. Зиму-то сад имени Демидова хорошо пережил без потерь. Но сейчас поводок – главная головная боль у сотрудников. Очень даже страшно становится от половодия. У нас затопило практически весь наш затерянный мир, наш аптекарский огород. У нас теперь наша знаменитая палуба стоит посреди реки Усолка, потому что кругом вода. Сейчас у нас идут субботники. Но так как мы не можем пригласить волонтеров, то, конечно, своими силами очень много работы, очень много. 7 гектар площади. Из-за антивирусных мер здесь запрещены всякие массовые мероприятия. Только саженцы продают. Но небольшой административно-депутатский десант в саду приняли. Дали инвентарь и отправили шуршать в разные участки. Вот вам наглядный пример работы депутатов. Собирают прошлогоднюю траву и листву с газона одной из локаций ботанического сада. Хотелось бы, чтобы он всегда выглядел чисто, прекрасно, опрятно, так как здесь бывает очень много гостей нашего города, самих жителей. Ну и просто жить в чистоте приятно. Через несколько десятков метров также с соблюдением антивирусного дресс-кода и социальной дистанции прибираются депутаты-калищики. Мы ненадолго отвлекли от субботника депутата Субботина. Чего, мол, десантировались сюда, когда сейчас ситуация всеобщего противостояния коронавирусу. Вроде бы кажется, что можно на эту ситуацию очень многое списать и ничего не делать. Так вот, мне кажется, что как раз вот эта ситуация, она не должна служить оправданием для того, чтобы власть, чиновники, депутаты ничего не делали. Мы должны делать свою работу, несмотря ни на что. И считаю, что очень хорошо, что как раз и сотрудники администрации, и аппарат Думы, депутаты Думы вместе приняли участие в таком благом деле на благо всех жителей города. Депутат Вальтер Пельс считает, что без поддержки и помощи в этот период небольшой коллектив ботанического сада 7 гектаров территории до лета бы прибирал. Надо обязательно им помочь. Ну и мы решили, что поможем, приберем территорию парка для того, чтобы можно было потом посетителям приходить и уже заходить на чистую территорию, чтобы здесь все начало расти свободно, хорошо. Ну и в другой локации на тропинке метлами и граблями шуршит трио заместителей главы администрации города. Тоже прошлогоднюю листву и ветки убирают. Красоту ботанического сада вживую посмотреть можно будет, когда режим самоизоляции для подобных организаций отменят. Тем более в саду планируют новую экспозицию в честь 75-летия Великой Победы. Там будут стоять арт-объекты, красивый стенд, красивый баннер, У-2 самолет. Вот я вам так открою немножко тайну, да. Будет стоять небольшой партизанский такой привал. Это детям будет больше интересно. Ну в общем-то будет такой чудесный уголок. И показать его жителям и гостям города сотрудники сада планируют уже в июне. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания Соль-ТВ. Продолжение следует...